Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. SEC объявил о полномасштабную войну криптоиндустрии. Сегодня утром в интервью на CNBC Гэри Гэнслер заявил, нам не нужно еще больше цифровых валют, у нас уже есть цифровая валюта, она называется доллар США, она называется евро, она называется и иена, сейчас все они цифровые. У себя в Твиттере он объявил о том, что SEC подает в суд и на крупнейшую в США биржу Coinbase, сразу же после атаки на Binance всего 20 часов назад. Сразу же после того, как SEC назвала стейкинг и другие доходные криптопрограммы незаконными, объявление обрушило токен Coinbase, но никак не повлияло на биткоин. Ранее комиссия уже отправляла Coinbase у предупреждение, так называемый Wealth Notice, и вот наконец и судебный иск случился. В судебном иске SEC утверждает, что Coinbase является незарегистрированным брокером и клиринговым агентством. В иске в качестве ответчиков названы Coinbase и Coinbase Global, но не назван основатель и генеральный директор Брайан Армстронг или кто-либо другой из руководителей. Это важное отличие от иска против Binance. SEC также указала на такие продукты Coinbase, как Coinbase Prime, Coinbase Wallet и Coinbase Staking, как нарушающие федеральные законы о ценных бумагах. Некоторые подразделения SEC, например, в штате Алабама, дали Coinbase 28 дней на то, чтобы доказать свою невиновность. Кроме этого, в исках против Binance и Coinbase SEC указала на то, какие криптовалюты, по ее мнению, являются незаконными ценными бумагами. Мы можем ожидать удар SEC по ним в ближайшее время. Это Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Sandbox, Axie Infinity, Chilis, Flow, Internet Computer, Near, Verge, Dash, Nexa, Binance Coin, Binance USD, Koti, UST, Tron TRX и несколько других. Мы видим в этом списке и приватные криптовалюты SEC ударит по анонимным блокчейнам Verge и Dash. Также среди этих монет есть и лендинговые криптокомпании. Фактически SEC хочет ударить сразу по всем отраслям криптоиндустрии. Стейблкоины, блокчейны, игровые токены, метавселенные, токены, бирж, приватные криптовалюты. Все это прямо сейчас находится под атакой SEC. Но заметь, в списке почему-то нет эфириума, биткоина и даже Ripple XRP. Хотя Ripple XRP, скорее всего, они не указали, потому что у него и так уже активный судебный процесс. Почему это все происходит прямо сейчас и одновременно? Они могли бы сделать это, например, спустя полгода. Ну или месяц назад. Почему именно сейчас? Возможно, они проигрывают суд против Ripple. Об этом говорят в армии XRP. Но есть и другое объяснение, и я снимал об этом видео. Республиканцами был представлен законопроект, который регулирует криптовалюту в США и отстраняет SEC от контроля над биткоином и криптовалютным рынком. Я думаю, это и есть настоящая причина, почему SEC делает то, что делает именно сегодня. Coinbase, Robinhood и CFTC, комиссия по торговле товарными фьючерсами, дадут показания в Конгрессе по предложенному законопроекту о регулировании криптовалют. Это произойдет сегодня, 6 июня 2023 года. И SEC ударила по Coinbase сегодня и по Binance вчера. Кажется, что SEC наносит превентивный удар, фактически говорит Конгрессу наперед, не слушайте этих ребят. Мы те, кого вы должны слушать, мы те, кому принадлежит власть. Практически вся криптовалюта это ценная бумага и поэтому CFTC не имеет никакого отношения к ней. Я не удивлюсь, если завтра, например, SEC подаст в суд на Robinhood. Я уверен, что вот это и есть настоящая причина, почему SEC подает в суд на Binance и Coinbase сейчас. Потому что сегодня должны пройти слушания в Конгрессе с рассмотрением законопроекта о регулировании криптовалют в США. Это может быть причиной, почему SEC и ее подразделения атакуют крупнейшие в мире криптовалютные биржи. 10 государственных регуляторов США тоже подали иски против Coinbase. В основном это комиссии по ценным бумагам отдельных штатов. Алабама, Калифорния, Иллинойс, Кентукки, Мэриленд, Нью-Джерси, Южная Каролина, Вашингтон, Висконсин и Вермонт. CZ Binance комментирует это так. Если тебе приходится драться со всеми, возможно, это ты виноват, намекая на Гэри Гэнслера. SEC бьется абсолютно против всех, даже против коллег по цеху, против комиссии по торговле товарными фьючерсами. Также с Гэри и SEC не согласна торговая палата США. Знаешь, это даже хорошо, потому что теперь все объединяются против SEC. Даже в Китае косвенно выразили поддержку криптовалютной бирже Binance, впервые официально признав ее крупнейшей криптобиржей. Центральная ТВ Китая редко освещает новости, связанные с криптовалютами, поэтому это упоминание делает событие очень значимым, что привлекает большое широкое внимание. А теперь я хочу попросить у тебя помощи. Ты можешь поучаствовать в свержении Гэри Гэнслера, и оно будет абсолютно законным. В 2022 году SEC атаковала Ким Кардашьян за незаконную рекламу криптовалютной ценной бумаги Ethereum Max. Дело в том, что Ким делала рекламу этого токена у себя в Инстаграме, получив за эту публикацию 250 тысяч долларов. Что и стало причиной атаки SEC против знаменитости. В 2019 году Гэри Гэнслер активно рекламировал Algorand. Он хорошо отзывался об этой криптовалюте тогда, однако в 2023 году. В судебном иске против Binance Algorand назван им незаконной ценной бумагой. SEC судилась с Кардашьян буквально по той же причине, только вместо Algorand был Ethereum Max. Если бы мы с тобой смогли найти информацию о том, была ли речь Гэри про Algorand проплаченной тогда, мы бы смогли сместить его с поста председателя комиссии SEC и судить уже его. К сожалению, я пока не могу найти такой информации и, скорее всего, в публичном доступе ее точно нет. Поэтому, если это сделать можешь ты, напиши в комментариях или в Телеграме по ссылке в описании. И, наконец, я хочу закончить следующим предупреждением. Это график Binance Coin по отношению к биткоину. И, как мы видим, он сильно упал. Учитывая, что Binance держит на своем балансе огромное количество Binance Coin'ов и то, что его ожидают длительные судебные разбирательства, я бы не стал отрицать вероятность того, что они продадут свои биткоины для того, чтобы Binance Coin по отношению к нему вырос. Ну и заодно, чтобы иметь немного кэша на руках для судебных разбирательств. А биткоинов у Binance около 424 тысяч монет. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если в видеоролике ты нашел что-то интересное, не забудь поставить лайк. Это очень помогает мне находить мотивацию для создания нового контента. Увидимся в следующих видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok